Нет, но берет брошенную и живут нормально. Почему грех? Теперь они в блуде находятся, пожалуйста, живи. Даже ты не веришь, и ты должен задуматься, как. Да почему? Да она стервозная такая, да она... Ну и проще. Вот Нома Мордюкова выходила замуж, да, за кого? За Вячеслава Тихонова. Развелась? Развелась. А он жирился опять? Жирился и живет нормально. Я она вышла замуж, что же и живет дальше нормально. Молеют, которые говорят, что шевели то, что у тебя под коробку это есть, и ты поймешь, что везде дьявол, особенно в этом вопросе. Вот человек, когда умирает, душа идет по мытарству. Мытиса, да по-укорейски это таможня-то мытиса, там как называется-то. Это место испытания за пьянство, за блуд. 19, за убийство, за сквернословие. Разных, 20 разных. 40 дней душа идет, сарщины справляют. И говорят, что на мытарстве блуда погибает больше, чем на сих 19. Больше, чем в мировых войнах, убийство. Больше. А почему? Если бы в Щераке не было такое влечение, никто бы жениться не стал. Такие горести. Но этим влечением увлекшийся должен думать дальше. Последствия какие этого? А он родится ребенок идиотом. А он больной. Разные церебральные параличи. С детства у него и ты никуда не денешься. Проще всего бросить. Проще всего отдать его под опыты. Проще его утилизовать, как у Гитлера было. Я еще другое знаю. Говорят, в Германии было таких идиотов 70 тысяч. Я не замещаюсь ни за что. Ну и Гитлер принял решение. Не он сам, а там. Генли, Гиммлер, там какие помогали его соратники. Решили их просто убрать. И она выступает. И говорит, у меня братик был. Ну вот такое вот. Его взяли, назад не вернули. Родителям только пепел отдавали. А иногда пепел на удобрение, на полях. Хорошо к шериса растет. Правильно ли он делал? По-человечески, если человек стадное животное, по каждому масту правильно. А зачем их? Отвлекает одного человека, а они родились. Это они парализованы на войне, или там разбиты. Он родился такой. У него растительная жизнь. От него никакой пользы нет. Если Бога нет. Вопрос, если Бога нет. Но дальше-то. Германия войну проиграла. Теперь убивать нельзя младенцев. И опять в той же цифре вернулись. А почему? Это крест нации. Я не знал этого. Когда просчитал. И опять столько же, столько же опять родилось идиотов. Опять больных. Но теперь они, каждого больного, там косорукового, какой он рождается, они учат. Доказательство с них вычищ. Знаете, Рук нет и ног нет. Отец стоял в коридоре, когда рожала мать. И вышел врач и говорит, печально, неизвестие-то вам какое. Ребенок-то без руки родился. Он чуть в оборот не упал. Но когда сказали, второй руки нету, а потом и ног у него нету, мужик-то потерял сознание. По-человечески. А он стал известным всему миру. Его президенты встречали. Папы римские. Миллионы зрителей болезненные. Обнимают и целуют, показывают. Он выступает, говорит Слово Божие. Фотомодель вышел за него замуж. Двои детей. Ему сделали тут, где ребенок лежит, он в коляске, она его везет. Фотомодель. Я вот до этого говорил, когда был еще не женатый. И у него проповедь доходит до сердца людей. Вот. Я читал про одну девочку, она такая же родилась. Врачи предсказали, что она будет идиоткой и слепая. Ее начали лечить сразу же, буквально. Зрение ей не вернули, но второе предсказание ей исполнилось. И она стала очень стильной, известной миссионером по всему миру ездила. Проповедовала от вести. Все в этом. Я признам владычество Христа над собою, и что у меня есть, какие таланты, недостатки, я перед Богом раскрываю. Вот как. Когда на жизнь имеет свойство от охватиться, а я не верующий. Я не верующий, а ты говоришь, бесы веры и трепещут, якобы. Ты хуже бесов стал. Но это не все. А я атеист. О, это совсем хуже. Атео, это против Бога. Атео, это теософия, богопознание. Атеист. Как ты можешь воевать против Бога, которого не признаешь, что он существует? Ты даже не идиот, ты хуже. И он сразу, раз, вот в чатом летке, исчезает. Безбожник, это понятно. Человек думает, поражает так, чтобы ни с какой грех не отвечать. Делающий добро идет к свету, дабы явно и бодила его. Делающий зло и ненавидит свет. Третья глава Евангелия Пьяна. И бодила его злы. Мы однажды это просчитали, согласились, запомнили, все теперь так и делаем. У тебя считали, вымечают, когда все это надо говорить. Какие последствия этого? Какое игорь накладывают? Интересно. Еще я просчитал. Это было в свое время, когда царище царствовал. Ну и были гвардейцы, брали рост такой, что там метр девяносто. Гвардия около царя была. А потом эти гвардейцы где-то там участвовали в чем-то, защищали что-то. А у него знакомый помещик. И он говорит, а ты не мог бы гвардейцев мне на покос дать? А зачем? Да у меня там одни девки-то, народ-то такой мелкий-то. И пусть они там все на то и косят. А за ними не надо смотреть, они сами себя унюхать найдут. Так и получилось. И теперь эта деревня на Украине где-то там, а разница от всех. Потому что от этих богатырей, такие и нарождались. Красавицы и богатыри. И время-то идет, они за других не выходят замуж, а за своих только. То есть он с ними как бы расщавли стадо и животное корма отговорит. А почему не вывести лучший сок? Дельная Библия этим занималась. Уже рожденный было, который гвардейцы-будителя отбирали, и девушек по всем параметрам. 200 тысяч нордической расы. Какие они красавицы, показаны, как они гимнастику делают. Но война кончилась, а дети-то еще рождаются, и такое презрение к ним было. А как они женщины отпускали для плодотворения? Правильно, правильно, если бога-то нет. Если бога нет, надо заботиться об улучшении расы человеческой. И так на поток было поставлено пока только у одного человека верит. А то сейчас не слышит. А мы должны рассуждать. Вот у меня я отвечаю, как что сделал Гитлер из-за руин поднял страну. По всем признакам лучшего правителя мир не знал. При условии, что бога нет. А если бог есть, то это дьявол в человеческом образе. Я помню, книга написана. Ни одного правителя мира так долго, так признательно не любил народ. Больше половины женщин жила любить от него ребенка. И он везде едет приветствовать народ. Вы знаете, какие тысячи, миллионы собрания людей. Но когда погибет, я считаю так, он тронул богоизованный еврейский народ. Решение окончательное еврейского вопроса. В этом его смерть была. А дальше пошел он славян, тот ему и придет. Так, давайте, хлопцы, займемся сейчас тем, что хотели. Мы же завтрака переговорим. Мы после завтрака откроем. Все даже подвести. Написали, где эта программа-то? Да, я сейчас вам ее тогда перепишу. У меня все в телефоне написано, мои вопросы. Вам написать на бумаге? Я не совсем понимаю. Что у вас записано? У нас вопросы все в телефоне записаны. Давайте, как расположите нас. Сейчас будет рассвет, чтобы солнце был свет хороший. Мы подготовимся и начнем. Тогда я ушел, потому что уже 6 часов почти. Занимайтесь своим делом. Мы пока начнем, что почитаем, подготовьтесь. Вы занимайтесь, подготовьтесь. Ничего не упустите. Я спросил, когда сели в машину, вас звонят, кто главный. Вы указали на него. И мне вчера показалось, что вы как-то отстраняетесь. Все он говорит и прочее. К вам отношение не изменилось. Я желаю слышать вас и ваши вопросы. Лично ваши. И ролик даже с горьцом на этом сейчас будет наша беседа. Мы по-хорошему расстались. А о Бородее вопрос решились, чтобы вы никогда не прикасались. И все остальное пошли.